тема сегодняшней лекции это структуры с повторяющимися элементами например это могут быть тексты да то есть текст это набор знаков на в том числе управляемых управляющих знаков ну сейчас пример изображу то есть вот текст hello world и если мы хотим вторую строку написать например и при этом предполагаем что текст у нас состоит из двух строк да то кодируется это каким образом здесь специальный символ из перевод строки вот его естественно редакторы как правило не показывают и просто тот факт что у нас есть такой здесь символ при отображении информации например на консоль происходит как раз перемещение курсора в начало позиции на и смещение текста наверх при необходимости вот ну по сути говоря то что мы здесь написали в самом простом случае кодирования это набор кодов скажем буква кодируется 65 b 66 номером c тут c у нас нету 67 и так далее 68 и так далее пробел это 32 запятую я не помню . может быть там 33 но в общем суть в том что вот есть повторяющиеся конструкции повторяется здесь тип данных что в каждой позиции присутствует символ который кодируется некоторым целым числом значит отображать символ символом или числом зависит того как мы собственно программу пишем вот и что мы тут еще можем сказать что есть некоторые позиции да вот в этой последовательности мы привыкли считаем значит с первой позиции вот один там два три 4 5 здесь у нас пробел есть 6 7 ну и так далее в некоторых языках программирования по умолчанию позиции обозначается начиная с нуля номер язык си то есть 0 1 2 3 так далее вот 1 2 3 4 например такие языки как фартран 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 пр премник фартрана и там джулия например мне собственно она этим и не нравится что там соединить но принципе можно и потерпеть да ты что-то через крайность есть последовательность определенных структур похожих друг на друга даты символы ну смысле типа данных они похожи друг на друга у них есть номера позиций и вообще говоря такие структуры называется массивами то есть по английски это рэй например если мы хотим у нас есть массив с его изображу более-менее аккуратно здесь массив чисел какой-то можно тут по горизонтали ставить можно не ставить может он дальше продолжить с индексом то 0 1 2 3 4 5 6 матом индекс позиции в данном случае это синоним здесь какие-то числа номера записано там 9 там 8 2 4 3 5 0 например мы захотели просуммировать все эти числа то как мы это можем сделать мы можем создать ячейку переменную до которое значение которое меняется вот такую ячейку создать тут назвать его например с ячейка с сумма до но слово сумма вначале суда записать ноль и потом последовательно перебирая вот эти индексы 0 1 2 3 4 5 6 мы что делаем мы заменяем вот это значение 0 на сумму соответственно то есть предыдущую сумму ноль плюс число из и ты ячейки то есть и у нас меняется от 0 1 2 и так далее до 6 математики еще не дал так пишут 0,6 и ставят горизонтальную линию сверху то есть 0 плюс 9 это будет 9 так записали его в эту ячейку потом 9 плюс 8 это будет чем у нас 17 17 плюс 2 продолжить да перерисую 17 плюс 2 это будет 19 ну и так далее в конце концов когда мы дойдем до шестого элемента у нас получится некоторое число с и она будет равно сумме то есть это не кусок программы это я просто здесь так пишу начать сумму элементов массива например ну массив пусть называется а большое для маленькая сумма элементов из а и вот каким образом мы можем запрограммировать вот этот вот процесс то есть должна быть какая-то функция на вход который подается массив и эта функция возвращает сумму этих самых элементов приведем несколько примеров на разных языках программирования вот этой повторяющейся конструкции запускаем наш интерактивный интерпретатор онлайн гдб чтобы ничего не устанавливать и берем язык программирования например с хаскеля да можно начать в хаскеле массивов нету в таком в общем смысле там есть списки элементов то есть номер можно список элементов распечатать шоу список элементов я не буду там повторять чтобы вас примерно вспомнить 76 ну например вот такой запускаем и получаем этот наш список теперь нужно посчитать сумму элементов этого списка значит для этого мы напишем программу я сначала напишу а потом объясню как она работает вот что у меня получилось то есть мы печатаем на экран строковое представление результата вычисления суммы с элементов вот этого списка сумма элементов пустого списка равна нулю вот если список не пустой то есть в другом случае тогда согласно синтаксису хаскеля мы можем отделить в начале один элемент записать его в x оставшиеся элементы помещается в т хвост ну и сумма элементов вот этого всего списка у нас чему будет равна она равно равна элементу x прибавленному к сумме сумме элементов хвоста значит таким образом мы реализовали декурсивную конструкцию которая вычисляет сумму элементов списки ну или в массиве массивы в общем смысле они позволяют по номеру индекса например то есть у нас с нуля начинается скажем мы захотели взять третий элемент то есть второй индекс можно взять второй индекс напрямую то есть прямо из ячейки памяти вот а хаски нам такого не позволяет но в принципе как бы такая конструкция то есть то есть можно например сделать вот так вот номер взять напечатать этот самый третий элемент то есть находящийся по индексу 2 если я здесь ошибок не сделал то должно сработать видите это тройка да получилось но чтобы взять эту двойку нам сначала нужно короче говоря посчитать 012 это не является недостатком языка это просто форма представления в виде однонаправленного списка но этим будем потом заниматься вот первый пример теперь берем пример на языке си сейчас я открою новое окно вот в новой вкладке у нас есть hello world сейчас запустим посмотрим работает нет так здесь мы тоже сейчас сделаем рекурсивную конструкцию в хаскеле здесь вообще контролируется тот факт что все элементы имеют один и тот же тип контролируется методом перечисления то есть если мы обратно здесь все вернем она вот наш был здесь пример да и проверим работает программа или нет захотим например сюда строку вставить этого мы сделать не можем потому что в хаскель позволяет только делать однотипные элементы внутри списка есть способ реализовать такую конструкцию но этим мы потом займемся в си аналогично аналогично плюс еще в сравнении с хаскеля в си нужно обязательно тип данных указывать здесь он выводит его исходя из самой программы да а си нужно явным образом это указывать то есть если мы целые числа без знаковых unsigned нам пока не важно какое количество битов они там занимают задаем массив длиной там какой-то там длиной с нашими элементами давайте я их оттуда скопирую прямо здесь длина автоматически вставляется и вот мы хотим опять просуммировать в результате на что возвращается unsigned int сюда мы передаем массив unsigned int массив так и тут еще нам нужно указать длину этого массива size t длина массива язык c низкого уровня сейчас программу напишу потом объясню как она работает ну вот я написал эту программу значит size t это в принципе то же самое что unsigned int безнаковое целое число просто есть такой специальный тип данных системный библиотеки липси чтобы обозначать какие-то индексы значит сюда мы передаем длину массива значит длину массива мы можем определить при помощи специальной конструкции size of a то есть мы же здесь длину не указали да по идее мы можем здесь указать например 90 да то есть 90 элементов массива мы можем максимально содержать в этом массиве но си позволяет при использовании вот такого рода конструкции не указывать какое конкретное количество элементов мы здесь создаем вот и программе в принципе это никак не определишь кроме как вот таким вот образом то есть запустить специальный оператор который вместо себя вместо этой конструкции он подставляет количество элементов в этом а вот ну и собственно сам параметр а сам массив если строго опять же говорить да то мы передаем вот в этом параметре адрес первой ячейки этого массива то есть адрес ячейки и его длина а также информация о том какого типа эти наши ячейки достаточно для того чтобы компилятор скомпилировал нам программу и она корректно выполнилась получил сумму 34 34 потому что там цифру третью заменил стройки на девятку здесь заново перечитал проверил заодно как здесь программа работает она считает не с первого элемента да как в хаскеле а с последнего значит это удобно в данном случае в рекурсивном случае потому что я использую всего одну вспомогательную переменную длину то есть если бы я хотел считать сначала к ним должен был бы еще один параметр сюда убивать вот это кстати такой основной феномен в программировании когда приходится алгоритм строить таким образом чтобы выполнялись какие-то конкретные свойства языка программирования на котором этот самый алгоритм реализуется ну что получается если длина массива у нас равно нулю до 100 сумма равна нулю в принципе это соответствует с первой строке функции на хаскеле да только здесь по-другому обозначен пустой список вот в другом случае мы берем лент минус первый элемент ну то есть в самом начале это последний так у нас так как у нас сидели с нуля начинается счет да здесь у нас сколько элементов семь то есть этот элемент будет шестой а всего элементов семь поэтому я беру берем последний элемент то есть лент минус 1 так и прибавляем к нему сумму элементов начиная с головы до лент минус 1 ну и так далее то есть еще раз зайдя в рекурсию он будет считать сумму этих элементов потом сумму вот этих элементов и так далее потом когда-нибудь сегодня элемент останется да и тем не менее все равно длина у нас будет не равна нулю ну и в конечном счете можно то есть конечном счете он войдет в цикл в смысле пойдет в рекурсию когда лент будет равно 0 мы возвращаем 0 можно было здесь поставить единицу например и вернуть а от 0 да вот ну тогда непонятно что нам делать если нам действительно подали на вход массив длиной 0 такое в принципе возможно для него нужно было бы до отдельно сделать еще один их но проще все-таки сделать таким вот образом более общую процедуру и зная как работает компилятор гнусе компайлер например вообще любые современные компиляторы си мы на самом деле получим немножко другую программу с с учетом всех никто из всех нюансов компилятора и оптимизатор но на первую сторону ушел то есть вы не видим да что у нас тут получилась рекурсивная процедура которая вычисляет сумму элементов списке вот теперь следующий момент очень интересный что на самом деле не всегда удобно писать процедуры рекурсивным образом хотя бы из из-за того что здесь приходится много разных параметров ему передавать это первое второе если не используется какая-либо оптимизация генерируемого компилятором кода то в процессе рекурсии мы тратим стек то есть для хранения промежуточной информации а так как оперативная память компьютера она у нас конечная то каждая рекурсивная конструкция она использующая переменные она рано или поздно для какого-то объема данных станет вызовет переполнение от этого самого стека вот поэтому вообще говоря можно реализовывать программы с использованием циклических структур ну то есть выполнять повторяющиеся операции без использования рекурсии ну вот теперь давайте сделаем новую процедуру тип данных определить или перенабивание сюда на пусть называется сумму сум цайков можем если запрограммирует также здесь нам понадобится вспомогательная переменная сумма из вначале значение равно 0 значение здесь изменяемая да и более того мы согласно структуре нашего или идеи нашего алгоритма мы не можем ее сюда помещать мы конечно можем помещать но тогда у нас получается некоторое дополнительное ограничение получится то есть мы переменные помещаем значит в то пространство имен да ну или в ту программную структуру где она имеет смысл быть видимой вообще так как мы в конце концов функции сумм цайков если мы вернем нашу сумму давайте собственно это и напишем return s то ее значение мы каким то образом получим потом кстати да вот тут надо сейчас сразу и вправить сумм цайкл ну или давайте еще один напечатаем сумм цайкл вот я тут поменял все теперь собственно цикл самый общий вид цикла это цикл while то есть если вы хотя бы один его освоите то вы в принципе можете описать любой другой цикл просто иногда его не очень удобно использовать то есть while и пока у нас длина равна нулю то есть получается len это у нас оставшаяся часть цикла сумму которой мы не посчитали то есть while len равно нулю то есть while len равно нулю то есть while len равно нулю ну вот что у меня получилось то есть пока длина у нас то есть len это получается что это длина той части списка начиная с начала которую мы еще не считали в нашей сумме то есть мы опять же считаем с конца суммируем то есть видите в начале с равно нулю потом если вдруг длина у нас равна больше нуля да то тогда что мы делаем мы к с прибавляем а от len минус единиц то есть последний элемент в списке а кстати почему если кому не понятно да вот это скобки означает взятие элемента по индексу то есть индекс задается внутри скобок то есть мы обращаем к лен минус первому элементу берем это целое число и добавляем его к s то есть s присваиваем s плюс вот это число ну и дальше len уменьшаем на единицу то есть мы уже посчитали len минус первый элемент теперь нужно оставшиеся посчитать мы делаем до тех пор пока len больше равно нулю то есть больше нуля просто то есть как только len ставит равно нулю вот это логическое условие будет ложное и он придет на конец цикла конец цикла это в этом месте находится ну и полученная сумма s возвратится в вызывающей процедуре то есть вот сюда вот вот я снова запускаю она выполняется видите и выдается в не очень удобном для нас виде потому что я забыл строку установить тот самый тот самый символ перевода строки вот этот вот ну вот он обозначается при помощи такой конструкции backslash n так как он не печатный то есть мы его не можем напечатать если мы нажмем enter да видите редактор его по-другому интерпретирует но при помощи backslash n мы можем как раз сказать то есть задать этот символ перевод строки сейчас запускаем видите сумм 34 сумм цикл тоже 34 получил значит язык C у нас является системным языком и многие операции на системном уровне пусть когда мы операционные системы например реализуем и потом компиляторы они связаны именно с обработкой там элементов последовательно перебором адресов там по обуванию или по уменьшению поэтому программисты то есть разработчики придумали например вот конструкцию len равно len минус 1 заменять на сейчас я его закомментирую на len минус минус то есть мы уменьшаем len на единицу там я сейчас счет потом сокращу конструкцию типа s равно s плюс что-то там можно заменить на вот такой конструкции сейчас я здесь комментарию сделаю комментарий это s плюс сах вот точку запятую нам не забывать то есть s присвоить s плюс а len минус 1 то есть программа программа у нас не поменялась просто сократилась так также можно там умножение нам если мы хотим среднее геометрическое посчитать можно использовать мы оставим наш плюс еще сократим значит есть несколько вариантов вот этого минус минус то есть можно в комментарии поставлю минус минус len написать но можно написать len минус минус так вот все смотря с какой стороны стоит минус или аналогично еще бывает тот самый плюс плюс так что я тут то есть плюс плюс len плюс плюс соответственно прибавление или прибавление единицы к целому числу ни разу не пробовал использовать плюс плюс с числами с плавающей запятой которые мы еще не изучали как разница между ними заключается в том что в первом случае мы сначала уменьшаем len а потом берем его значение ну например если мы к этому переменной b хотим присвоить здесь сначала мы отнимаем единицу от len сохраняем в len полученное число и это число помещаем в b а len минус минус наоборот то есть сначала взять число у нас есть переменная l то мы сначала в l присваиваем len а потом len уменьшаем на единицу и присваиваем результат len ну и аналогично с плюсом так вот здесь видите что получается от len минус 1 мы можем заменить на минус минус len да вот так вот то есть уменьшили len на единицу получилось len минус единица да и взяли по этому номеру элемент теперь нам вот эта строка вообще не нужна то есть зачем нам второй раз уменьшать он уже и так уменьшился вот получилось минус 34 ну и если дальше сокращать нашу программу да я вот просто скопирую ее то есть этот кусок и здесь соответственно вообще интересно можно здесь закомментировать я использовал потоковое комментирование вот так бэкслэш звездочка звездочка бэкслэш так вот сократить можно теперь убрать скобки то есть если в языке си после вот этого условия выхода то есть нахождение то есть в цикле всего один оператор то мы тогда можем скобки убрать отсюда то есть сократить вот программу до одной строки в данном случае что допускаем и опять все правильно у нас получается то есть язык си он достаточно компактный такой и в каком-то смысле он очень удобный но опять же надо контролировать все вот типы данных вот эти вот конструкции то есть в нескольких местах у вас одна и та же сущность по-разному проявляется вот что касается цикла while еще в языке си есть тут я просто напишу do потому что то тут у нас есть while и условия какой-то этот цикл я например сам очень редко использую потому что он требует обязательно прохождение здесь вот внутри цикла хотя бы один раз то есть в нашем случае если массив а у нас пустой то есть лена равно нулю да мы это никаким образом запрограммировать не можем ну точнее конечно можем если мы здесь поставим и в какой-то там лена у нас будет проверять что он там больше нуля и так далее но это же видите вы уже получается длиннее чем использовать while ну иногда например если вы на экран выводите меню то есть оно всегда первый раз выводится на экран в тексте ну если кто видел текстовые менюхи да то думаем как раз он красиво говорит о том что имеет место именно такая конструкция то есть хотя бы раз вот это тело выполняется вот ну еще один цикл есть все for называется что for у него сейчас я напишу его структуру да здесь у нас находится тело тело цикла да ну тело цикла это то что внутри цикла выполняется то есть вот это тело цикла вот это тело цикла все разнообразные варианты того что я программировал между вот этими скобками while это тело цикла вот здесь у нас находится начальное значение ну например unsigned давайте с другой стороны да будем считать здесь закомментируем то есть будем считать не с конца а сначала ну как обычно все программисты делают у нас есть некоторое число и мы значение его не инициализируем современный язык c кстати да позволяет ну сначала мы напишем и у нас от нуля то есть и это индекс массива а так как у нас индекс c начинается с нуля значит мы должны с нуля и начинать на втором месте стоит условие нахождения внутри цикла то есть и меньше лен то есть и у нас будет меняться и а не длина списка и последний на последнем месте стоит выражение которое выполняется после исполнения body например можем все это написать внутри и потом написать здесь вот и плюс плюс да добавляем единицу здесь можем ничего не писать но красивее и понятнее потом для чтения будет собственно показать как наша и меняется а в теле цикла уже непосредственно написать нашу эту конструкцию то есть с плюс равно только аитой уже ну и эта программа она понятно что по сравнению с вариантом вот этим с этим вариантом она все-таки понятней потому что просто программисты привыкли все считать там с минимальных элементов вот это в принципе все циклы в языке C значит циклов нету в Haskell и в некоторых других функциональных языках программирования значит бесконечные циклы я их тут нарисую как можно выразить бесконечный цикл может попасть в качестве упражнения например while единица 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 все означает истину все что не равно нулю в языке C оно обозначает истину while1 ну и тут пошло тело значит это бесконечный цикл вообще бесконечный цикл вообще говоря не понятно не является элементом алгоритма потому что алгоритм это конечная последовательность действия другое дело что мы можем иногда строить какие-то бесконечные циклы и где-то внутри используя if по какому-то условию выйти из него break то есть break выходит из самого внутреннего цикла в данном случае он выйдет вот перейдет вот сюда есть еще такая штука называется continue то есть опять же если какое-то условие continue continue осуществляет переход на начало цикла ну например вот эта вот часть не должна в этом случае выполняться вот в for for бесконечно выглядит вот таким вот образом то же самое я например использую for c python while удобнее использовать while true кстати сейчас python тоже перепишем в нашу программу вот если мы тут например будем писать там и и плюс плюс какой-то да то вот continue в случае for он перейдет как раз на тот момент когда нам нужно будет и плюс плюс исполнять вот вот а while например если вы его правильно сделали то есть у вас здесь не единица стоит а ну реально правильное сравнение и тут что-то меняется внизу вот этот continue он может сделать так что то есть предотвратить изменения в этом месте ну и соответственно может зациклить этот скажем изначально ну правильный цикл то есть с этим нужно очень внимательно смотреть ну и doom бесконечное у нас как получается doom какое-то тело так и мы должны написать while false 0 то есть здесь выходят из истинному значению while python да остался или python ну вот python то есть def sum ну два числа рекурсивные сделаем а если ну вот в python есть возможность лаконично проверить тот факт что массив пустой это вот так то есть если a return zero даже нет неправильно написал not a return zero так иначе так мы хотим рекурсивную создать сейчас надо подумать ну попробуем так сделать а нулевое плюс сумма а вот такая штука называется вырезкой то есть мы я потом отдельно про нее расскажу то есть здесь мы как бы создаем новый массив да только без первого элемента который нулевой то есть не включая нулевой до последнего элемента ну теперь можно написать чего получилось на самом деле здесь ничего не копируется здесь создает специальная структура указывающая на элементы а ну то есть выбирая конкретные элементы оттуда поэтому здесь память практически не тратится дополнительное на хранение чисел там хранятся адреса так что получается сумм где наш этот массив есть много разных способов может быть это не самый лаконичный подсчета видите тоже сумм 3-4 подсчета вот сейчас что касается вырезки то есть вот у нас получается массив есть так давайте лучше все-таки нарисую ну вот я нарисовал массив там какие-то числа записаны скажем 0 5 3 8 9 11 2 ну и так далее ну и есть у нас индексы то есть мы говорим о питоне они соответственно будут таким цветом сделан будут обозначаться значит 0 1 2 3 4 3 и так далее если этот массив у нас а то есть а на него указывает то тогда я вот здесь напишу а от двойки будет равно 3 то есть вот вот она вот эта тройка получается и он у нас под вторым элементом находится ну вот как обычно то есть здесь совпадение полностью с получается а вот а например от единицы до четырех у нас уже будет массив содержащий числа 5 3 8 до чего я пока вам не скажу потому что как бы я тут не вижу никто значит при создании вырезки счет идет немножко по-другому мы рассматриваем вот эти границы вот это вот это это у нас имеет номер 0 это единица двойка тройка четверка пятерка и вот от единицы до 4 это значит что вот от этой границы да получается до вот этой границы то есть до восьмерки вот если вот эта граница не указана да то подразумевается ну последняя граница да она у нас равно длине массива то есть есть специальная функция лен которая определяет длину структур ну в единицах каких-то вот в питоне также можно индексировать по-другому начиная с отрицательными числами то есть минус 1 минус 2 минус 3 и так далее вот я не пробовал но скорее всего можно обращать массив если мы например напишем минус 1 например до 0 то есть в обратную сторону я не уверен я не делал никогда надо смотреть документацию питона в вырезке там еще есть возможность например через два элемента вырезать это очень редко используется вот значит если первый элемент не указан то он подразумевается равным нулю ну то есть грубо говоря сначала если этот отсутствует то до конца если мы здесь напишем до минус 1 то минус 1 будет уже вот здесь находиться имеется ввиду грань при вырезке ну да в общем идею примерно поняли и теперь будет понятно как эта программа работает то есть мы здесь вырезаем все за исключением первого элемента мы создаем как бы такой временный массив ну и аналогично можно сделать цикл давайте при помощи фору сделаем ну или тот же самый while тоже посмотрим sum c while пока у нас а не пустой да тут сказать сколько не обязательно ставить двоеточие разделяет пока а не пустой мы должны а здесь переменная с равно нулю то есть while а здесь такая же конструкция тоже работает нулевое так и а присвоить ну да на самом деле какой-то безумный цикл получается но тем не менее он тоже вычисляет значения сум ц сум ц ц да забыл return написать так что тут все очень лаконично получилось давайте еще напишем цикл с циклом for действует некоторой особенностью у пайтона сум они в каком-то смысле положительное каком-то отрицательное с равно нулю for некоторое число и давайте не возьмем чтобы мозг к например in a то есть для каждого элемента k из а мы делаем s плюс равно k я пробел тут не буду расставлять turn s есть еще более быстрые способы вычисления более лаконичные мы сейчас их тоже рассмотрим сумм r это с использованием функции второго порядка сумм r for ну ладно этот переименуем не set 34 получается значит есть способ посчитать элементы с использованием функции второго порядка но начнем опять с хаскера да есть такая штука fold и можно саму сумму реализовать следующим образом ну вот что у нас получилось видите сумм f ну я назвал новую сумму с фолдом со схлопыванием да то есть вот функция fold у нее три аргумента первый аргумент это функция с двумя аргументами ну сложение у нас правый плюс левый аргумент начальное значение какое-то да в данном случае начальное значение суммой и список значит что делает fold l он берет самый правый элемент из l и суммирует его с предыдущим значением суммы ну и если мы на первой итерации на первой рекурсии находимся да то мы берем первый элемент из l ну под индексом 0 например ну в данном случае в хаскель этого тип вот этот x и складываем с нулем то есть выполняем функцию плюс с этими двумя аргументами значит полученный результат запоминаем и снова запускаем над оставшейся частью l fold l только в параметр передаем уже получившуюся сумму ну и таким образом у нас получается выполняется сумма всех элементов значит есть более короткий вариант этой конструкции сумма f1 на завернуло вот он используем немного другую функцию fold l1 называется она у нее центрального вот этого нету параметра просто в случае если в l больше двух элементов то первый элемент в качестве начального значения берет но если было единый элемент он просто его возвращает тот самый элемент можно еще более коротко написать вот видите сумм f2 fold l двух аргументный но передаются не все аргументы и вот такая конструкция в функциональных языках программирования называется carrying то есть когда мы из одной функции двух аргументной получаем одно аргументную функцию точнее у нее будет аргумент этот l сюда подставляться и сама операция здесь вот это равно ну или определение да по сути говоря она создает новую одно аргументную функцию но при этом видите этот аргумент здесь не указывается то есть функциональные языки большинство они позволяют проводить операции над кусками программы всякие разные но их не очень много и это такое программирование называется программирование второго порядка то есть программа по процессе своего выполнения сама себя модифицирует ну это в широком смысле ну видите что мы когда в сумму 2 аргумент подставляем у нас все в принципе правильно работает 34 ну и в качестве упражнения можно fold l1 реализовать давайте мы fold l1 здесь напишем штрих реализуем то есть первый аргумент функция второй аргумент список что будем делать если список пустой да ничего не будем делать если в нем один элемент это по моему так обозначается x то тогда это равно x дальше так fold l1 штрих ну вот я сделал для случая общего и теперь нужно для одноэлементного списка сделать еще так долго вспоминал как для одноэлементного списка делается то есть таким вот образом он обозначается так x и результате получается x сейчас проверим что у нас получается fold l run variable чего там было node in scope fold так вот fold так вот О получилось единицы она что то не правильно работает а почему неправильно вот у нас единиц street 34 значит как она работает на получается первый параметр эта функция здесь кстати можно заменить на почерк так как он не обозначает то что мы не используем если первый список представляет собой одноэлементный список то hold l2 ну то есть значение этой функции равно x что довольно странно да с одной стороны то что мы к нему функцию f не применяли но мы не можем применить потому что f у нас двух аргументный так по определению этой функции значит если список содержит больше одного элемента то есть другой случай мы рассматриваем то в x попадает первый элемент и оставшаяся часть что мы теперь результ значение этой функции фолд 2 будет значение f от x y значит x мы уже знаем что такое да y еще не знаем мы вот в хаскале есть такая конструкция в где можно определить аналогично лету лет чего-то там им только наоборот мы вот это незнакомое в данном контексте значение y определяем вот здесь вот лет перевернутая получается но игрек у нас чему равен это свертка хвоста с использование той самой функции f нас вернули так и значение поставили во второй аргумент f вычислили и в результате мы получаем значение для всего списка фолду мы можем не только там складывать мы можем какие-то операции над списками выполнять никто там нам особо не мешает но давайте пример такой посмотрим скажем строить список с элементами на единицу больше тесно получится у меня запрограммировать или нет ну вот что у меня получилось некоторое время пришлось подумать над решением то есть используем фолд р это с правой стороны да то есть начиная отсюда будет движение и начальное значение типа суммы да или агрегирующего показателя это пустой список двух аргументной функции она порождает из элемента из вот этого списка 1 и предыдущего значения то есть построенного ранее хвоста новый список где качестве первого элемента ставится x плюс 1 и потом все остальное или ждать видите мы получаем новый список такой вот но на самом деле конечно это можно сделать и проще таким вот образом специально функция map map здесь пишем плюс 1 и вот этот наш список так мы тут у меня опять ошибка а второй функции main не должно быть давайте сейчас комментирую так тут проблема немножко другие если ругается на то что у нас функция написано совсем в общем виде и он не знает какие типы данных тут получать закомментируем ну вот она посчитала плюс 1 то есть из плюса 2 аргументного мы делаем 1 аргументную функцию которая прибавляет единицу к своему второму аргументу а второй аргумент выбирается вот отсюда то есть девятка прибавляется к ней единица шестерка не единицы прибавляется и так далее резюмируя сегодняшнюю небольшую лекцию я хочу вам сказать что вот для повторяющихся конструкций в данном случае мы массив рассмотрели потом может быть рассмотрим еще еще более сложная можно эти конструкции обрабатывать как рекурсивно да вот здесь способ 1 2 способ мы можем делать циклы то есть циклические выполнять эту операцию выдвигая там указатель ну то есть индекс массива но это очень простая задача либо использовать функции второго порядка как это делается функциональных языках программирования вот тему тут суммировать все несколько разных вариантов суммирования то есть вот как бы достаточно простых и очевидных когда мы функцию с аргументом через исполнение какой-то другой функции реализуем либо сказать на уровне второго порядка то есть мы не так считает что это уровень более профессионального программирования более продвинутого может так то мы можем из функции строить функции вот и потом уже их использовать для какого-то аргумента спасибо за внимание надеюсь что было интересно вопросы задавайте